всем доброго времени поступила вот такая посылка четыре с половиной килограмма ее вскрыли даже при мне работники новой новой почты потому что почувствовали в руке что-то там хрупкое хрупкое мы понимаем что здесь да это здесь микросхемы чернозем импорт и советские микросхемы ну и другое сейчас я вскрою выложу все и посмотрим и так вот он материал транзисторы к т814 и подобные 1000 штук в сторонку сразу здесь полу бочонки 500 грамм 500 грамм здесь его 200 это советские микросхемы вот из золотыми ногами да их не нужно вскрывать проверять и вот скрытые это те что без видимой по золотой они все вскрыты проверим его 200 такой материал очень хорошо подготовлен но это импорт здесь вот процессоры имеется что-то еще там вот здесь четырехсторонние двухсторонние ну разные микросхемы чипы все такое это импорт тоже в сторонку потому что я буду перерабатывать уже в следующих видео такой материал вот такой материал еще и серебро вот здесь серебро контакты разные вот там контакты имеется тоже это отдельно я буду перерабатывать вот так по быстрому глянем здесь тоже имеется контакты там разные мелкие мелкие такие таких еще не перерабатывал и вот материал который я сейчас буду начинать перерабатывать сейчас я немножко опущу ниже камера вот такой материал я сейчас буду перерабатывать вот интересный материал видим сколько его да это светодиоды 1080 штук я такого еще количество не перерабатывал сразу вот это буду перерабатывать отдельно и будем интересно будет знать сколько здесь золота сколько здесь какой будет выход вот таких вот светодиодов все с позолотой пустырь здесь не должно быть потому что они все вскрыты проверены и подготовлены вот так вот никто еще не готовил не подготавливал материал этот заказчик это уже вторая посылка такая с хорошо подготовленным материалом ну здесь вот я вижу назовем их пылевички здесь конечно не разные написано какие они там написано это 203 весом 300 количество 320 штук вот здесь 320 штук здесь вот корпуса дни не знаю сколько потому что еще не вскрывал не смотрел я по-любому буду соединять вот с этими полевичками и вот такие немножко микросхемы золотые ножки там все внутри золото тоже не вскрывал пока не смотрел сколько их там штук но я буду все это вместе перерабатывать на вес возьмем на вес ну а здесь вот на количество ну сейчас я подготовлю стаканы и будем вытравливать лишний металл в общем взвешивать я ничего не буду здесь мы знаем 1080 штук представьте себе вот пощелкать их вручную вот так вот здесь вот корпуса импортные вот такие вот транзисторы и советские транзисторы наполовину написано 100 штук микросхемы 57 штук вот таких микросхем сейчас ближе посмотрим возможно там название поймаем вот такие такие корпуса здесь понятно да такие полевички короткие ноги подлиннее в основном такие средние знаем что корпусах в два раза меньше золото нежели с ногами транзисторы сейчас я сделаю обжиг потому что здесь лак везде лак имеется даже и здесь по моему что-то имеется нужно легонько обжечь и затем по стаканам вот это я соединю прямо сейчас вот так вот соединяю и вот такое будем прорабатывать это отдельно это отдельно чтобы узнать выход именно здесь мне интересно узнать выход какой будет после легкого обжига взвесим так для интереса взвесим 167 старой минус стара 31 так дальше по нулям старый 137 это уже второй стакан минус стара все заливаю электролит плюс азотка только азотка с водой азотка с водой вытравил лишний металл вот такая позолота с транзистором вот красивая здесь тоже но здесь немножко цвет такой слегка красноватый наверное проба не такая как как здесь сейчас заливаю царской водкой все растворяю затем фильтрации осаждения растворилась позолотка и вот я здесь вижу что это позолотка она низкопробная уметь там золотом наверное такая зелень в этих светодиодах и вот такая там муть на дне видимо что-то белое что-то коричневое здесь понятно керамика сколько ее сейчас сделаю фильтрации и сделаем осаждение золото в общем вот такие вот осадки получились это вот индикаторные лампочки такой осадок совсем там мало я сейчас конечно буду отмывать со стакана в чашу сушить затем взвесим и вот транзисторы здесь конечно осадок получше побольше вернее вот пылью выпало что здесь что здесь здесь я осаждал железным купоросом здесь гидрозин гидратом гасил азотку с ульфаминовой кислотой здесь тоже немножко но в основном гашение произошло самим гидрозин гидратом сейчас отмою высушу и посмотрим насадки взвесим вот такую золотую пыль я высушил а коллоид еще висит вот там с примесями конечно сейчас взвесим пока это потом я возможно как-то соберу вот этот коллоид который упадет соберу но наверное уже другим деталям там конечно упадет совсем мало вот основное и сейчас взвесим подготовлю взвесим итак светодиоды в общем 0606 грамма сплавлю конечно посмотрим царапаю и сплавлю так ну и все остальное транзисторы микросхемы такой вес 2 и 6 там 06 здесь 2 и 6 должно получиться если коллоид выпадет вот такой вес значит что скажу по этому поводу вот этим светодиодом я конечно не никогда не обращал внимание не интересовался сколько они там имеют какой выход с них ну вот теперь уже знаю посмотрел я по справочнику так даже не могу сказать лучше сдать или переработать там как бы получается почти одинаково почти одинаково ну сдать дешевле но тоже кислоты работа чтобы переработать и притом вот так вот притом вот так вот вручную подготовить это тоже сложно ну сейчас еще сплавлю сплавил осадки взвесим коллоид я не собирал вот так как было только стряхнул чаш два с половиной грамма транзисторы ну и светодиоды вот такой слиточек маленький 062 вот такой вес никогда не мог подумать что они содержат вот такие светодиоды вот такое содержание у них посмотришь контакты такие красивые вроде бы там много золота на самом деле вот такое золото там ну да ладно сколько есть теперь буду знать ну и кто-то еще возможно интересовался тоже будет знать я уже потом посмотрел там ребята перерабатывали туда еще меньше получается нежели у меня получилось ну они же разные тоже светодиоды тоже разные там желтые бываете зеленые видимые содержание разные тоже вот так что вот такой выход дальше поработаем вот с таким материалом тоже здесь тысяча штук здесь написано до тысячи штук с таким материалом поработаем на этом все всем добра и удачи всем пока